Скончался Николай Александрович Павлов. Посепенно поколение 90-х, наиболее активных политиков русского движения, рассеивается, исчезает, уходит на тот свет, уходит на суд Божий. И Николай Александрович тоже пришел ему срок. Как и всем нам придет срок, и будем отвечать перед Господом Богом за все свои дела, тайные и явные. Я вспоминаю о Николая Александровича двойственно. С одной стороны, это выдающийся пассионарий, замечательный публицист, человек абсолютно честный, но в то же время и в некоторых вопросах заблуждающийся или судящий о ситуации слишком резко или слишком непосредственно с такой почти детской реакцией гнева. Это был, по мировоззрению, человек близкий мне во многих отношениях и, безусловно, нас объединял русский национализм. Наши взаимные симпатии проявились во время нашего пребывания в Государственной Думе, во фракции «Родина», о которой теперь начинают забывать, а я пытаюсь напомнить в книжке «Вспомним Родину» как раз о первом годе нашей деятельности во фракции, о нашем знакомстве. И я прочитаю один фрагмент, который, может быть, кого-то позабавит. Не скажу, что этот фрагмент меня особенно вдохновил, но он является показательным и демонстрирует характер Николая Александровича Павлова. Это произошло 20 лет назад, 21 мая 2004 года. Заседание Думы началось со скандала, который начался вполне буднично, снесение предложений по поездке дня. А потом, в результате некоторой перепалки, Николай Александрович просто задохнулся ненавистью к Жириновскому. Я разделяю его отвращение к этому типу и не считаю себе ни одного человека другом, кто считает Жириновского прям каким-то светочем, предсказателем. Это был врун, болтун и хохотун. Шавка режима, наемное существо ФСБ, которое слепило его. И тогда в Думе произошла достаточно ожесточенная перепалка. Я читаю с экрана, но читаю то, что написано у меня в книжке, которую я показал. Еще раз напомню, что вы можете ее приобрести, если захотите. Тираж очень маленький, поэтому книжка достаточно дорогая. Но для меня она больше дорога, конечно, как память. Я бы просто хотел, чтобы как-то выпускать и дальше книжки, поэтому я ее не дарю. Если были бы средства, то раздарил бы все. А продаю по определенной цене, которую мы сможем договориться в процессе переписки. Электронная почта указана в примечании к данному видео. Дальше я просто прочитаю фрагменты стенограммы и некоторые комментарии. Павлов. Уважаемые коллеги, такая идет возбужденная, несколько раздерганная, бессодержательная речь, но видно, что человек очень сильно волнуется. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к господам из Единой России и напоминаю им, что у них у всех есть дети. У некоторых есть внуки, есть родные, сестры, братья. Давайте мы объективно оценим ситуацию. Ведь притчи в языцах... Вот я вчера был на международной научной конференции и даже иностранцы, как ни странно, обсуждая наше телевидение, говорят, что если вы хотите из страны Достоевского и Пушкина стать стороной вот этой вот американской, точнее иракской, дамы из тюрьмы, которая радостно позировала перед фотокамерой, раздевая иракских солдат, издеваясь над ними, это, конечно, ваше право, но такое впечатление, что все-таки это делается насильственно. У нас появился новый министр культуры, судя по некоторым признакам, человек вполне благопристойный, добропорядочный и действительно понимающий, что такое, собственно, культура. Кажется, это был министр, недолго он пробыл, министр Соколов. Но его заместила всякая вот шваль последующая, это уже просто на них даже обращать внимание не стоит, это скорее антикультура, чем культура. Дальше Николай Александрович продолжает. «Мне кажется, что все-таки правительственная фракция Единая Россия должна наконец-то набраться мужества, особенно в преддверии принятия антисоциальных законов, и тогда помните цикл законов монетизации льгот, которые вам спускают и требуют их принятия, и, может быть, хотя бы познакомиться с одним из членов правительства. Министр внутренних дел был, и это как бы не беру во внимание, это специфическая сфера. А вот такого социального министра, ну, имеется в виду, надо пригласить министра культуры, об этом идет речь. Но вот дальше тема съезжает в сторону, потому что мешают говорить Павлову. У нас сегодня такая ситуация, когда телевидение, как мы наблюдаем, кроме насилия, садизма, извращения, открытой русофобии, так сказать, которую инициировали два еврея по фамилии «Познер и Шустер ничего не несет, ничего там больше нет, вообще ничего». И тут фоновый какой-то шум в зале. Есть еще Швыдко, есть еще Соловьев, который хвастается на всю страну, что он еврей, и больше всего он боится, так сказать, русского национализма. Это при ситуации, когда русские вымирают по миллиону в год. А Вова Жириновский, там идет шум какой-то со стороны фракции ЛДБР, «Здесь на родину нападает, ему больше делать нечего, защитнику прав русского народа». «Я хочу тебе сказать, Вова, ты больше не дергайся на родину, а то огорчим тебя до невозможности», председательствующий Грызлов. «Так, отключите микрофон Павлову». Жириновский вопит в зале. «Павлов, убийца, сколько ты русских людей убил!» Павлов поднимается, это рядом со мной было, поднимается и кричит. «Педераст!» «Председательствующий, значит, у нас с вами заседание Государственной Думы, я прошу ответственно относиться к своим словам. Я предупреждаю, Николай Александрович». «Педераст!» «Жириновский, падла, сидят там с Савельевым!» «Председательствующий, Владимир Вольшевич, пожалуйста, тоже!» «Педераст!» «Председательствующий, уважаемые депутаты, так, я вас призываю к тому, чтобы вы вели себя достойно, достойно!» «Так, Иванов Сергей Владимирович, протокольное поручение, и тоже от ЛДПР, конечно, разумеется, дальше разжигаем конфликт». «Иванов, уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые коллеги, четвертый раз ношу свое протокольное поручение, но для начала я хотел бы заметить, что за матерные слова вот этого председательствующий. Так, Сергей Владимирович, я вас прошу не развивать эту ситуацию, Иванов. «Ну что же материться-то на весь зал председательствующий?» «Я как председатель Государственной Думы уже выразил отношение к этим словам. Прошу вас, жду вашего заявления, Иванов. «По существу моего заявления», – Павлов кричит из зала, «пять раз это не рюгательство, а диагноз!» «Ну что такое, Иванов говорит председательствующий?» «Так, внимание, фракции, которые сидят слева и справа, я прошу лидера фракции привести в порядок своих депутатов». «Выкрики из зала. Значит, Игорь Владимирович, вопрос исчерпан. Снова выкрики из зала. Я прошу обсуждать по существу порядка работы». Все, стенограмма заканчивается. Дальше описываются события. «Мне было смешно все то, что происходило. Занятно было, что Жириновский рассматривал меня чуть ли не как телохранителя Павлова и вспомнил нанесенную мной обиду во время выборов. Помнит негодник фамилию». Потом все улеглось. Николай Александрович постепенно успокоился. Вулкан только слегка побулькивал. Подходили разные люди. Одни просто жали руку, другие посмеивались. Гончар, Николай Гончар, тоже подошел и сказал Павлову, что эти ругательства при женщинах не стоит произносить. Впрочем, это не ругательство. Совершенно верно, это диагноз. И диагноз многократно подтвержденный. И тогда вдруг мимо нас прошел Жириновский с Малышкиным. У него такой был бандюга, такой боксер. В общем, ничего из себя не представляющий. Но все время так на побегушках. Потом был кандидатом в президенты. Позорящий президентских выборов при Путине. Это отдельный вопрос. Павлов, пойдем поговорим. Это он, Жириновский, говорит. Я пытался удержать Николая Александровича, говоря, что беседовать с этим уродом нечего. Но тот все же вскочил и выпорхнул в фойе. Я немедленно вышел за ним. Жириновский удобно устроился на диване. Павлов сел на рядом стоящий диван. Не рядом. Ну, то есть не вплотную, как гомосексуальная группировка предполагает, что мужчины должны общаться только так. Малышкин расположился стоя. Жириновский палал его. А что ты рядом не садишься? Боишься? Рядом получилось бы просто в обнимку. Жириновский явно был с заклиненными мозгами. Тут включился Малышкин, предложивший навалять нам обоим. Бурай у нас своими свинячьими глазками и тыкал в нашу сторону растопыренными пальцами. Мне он был просто смешон. Ну, попробуй, предложил я Малышкину. Но он постарался не заметить моей реплики. А Павлов вскипел, вскочил, уже готов был броситься за Малышкиным, который с пригласительным жестом сделал несколько шагов по коридору. Я взял Павлова за плечи и угорел его не поддаваться провокацией ублюдка. Вероятно, мои слова, обращенные к Павлову, вывели Жирика из себя. Он тоже вскочил и начал что-то кричать. Его подбодрили набежавшие члены фракции ЛДПР. От родины появился Рогозин и Денисов. Пока мы с Рогозиным держали Павлова, Жирик вопил, распаляясь о том, что Павлов убийца, что его опустили в тюрьме, вероятно, Малышкин пытался спровоцировать Рогозина на драку, потому что Павлов остался у меня в руках один и напирал своей немалой массой. За спиной бесновался Жириновский, теперь уже обращаясь ко мне с требованием предъявить какие-то документы. То ли о том, которые свидетельствовали о его работе в центре Шалом, о чем шла речь на выборах, то ли о том, что он педераст, о чем сказал только что Павлов. Я предложил ему отложить изучение документов на завтра и уперся ладонью в его грудь и беззноватый, неожиданно легко отлетел от меня шага на четыре. Рядом стоящий робкий сынок Жириновского депутат Лебедев попытался оттолкнуть мою руку, но только после того, как багровые, покрытые каким-то струпьями морда лидера ЛДПР отскочил от меня на значительное расстояние. Близость этой хамской рожи требовала от меня влепить Жиринку в хорошую оплеуху, но тогда брака началась бы нешуточная. Народу было достаточно, чтобы в нем запутаться и получить неожиданную атаку от незнакомого человека. Бить же всех подряд просто невозможно. Наконец упрямство Павлова было сломлено, и он отправился в зал заседания, куда его удалось отдавить. Несущийся вслед ругательства Жириновского я отрезал фразой «Да пошел ты, шестерка уголовная!» Потом из фойе жириновцы выкрикивали какие-то гадости в адрес Павлова, но в зал не входили, надеясь снова спровоцировать вулкан эмоций. Я увещевал Павлова и наконец-то уговорил его уйти из зала в свой кабинет, чтобы не дать жириновцам отыграться организации драки. Павлов чувствовал себя героем, поскольку впервые в зале заседания удалось дать отпор наглости Жириновского и поставить его на место. Но все же слова Павлова несколько принизили его, а возможность драки и вовсе была не на руку репутации партии Родина. Но потом, как известно, состоялась моя драка, уже они мне пришли мстить вполне целенаправленно. Понимая, что Жирик может снова броситься отыгрываться, я написал Грызлову письмо, где упомянул об угрозах жизни и здоровью со стороны жириновцев, а также назвал причиной всего этого безобразия особое положение Жириновского, которому замедещание ведущие сессию делать не хотят. И дальше это было написано прямо по горячим следам и прибавление через какое-то время. Кто знал, что через год мне придется бить лицо Жириновскому? И не в офисе, а прямо в зале заседания перед телекармерами. Роль Жириновского в политике РФ обозначает существо и стиль этой политики все, что исходило от путинского официоза, воняло Жириновщиной. Его, можно сказать, обожествляли при жизни, а после назвали его именем какой-то университет и поставили ростовой памятник. Этот отвратительный русофоб, распоясавшийся чудо-юдо, был альтер-эго путинских чиновников и самого Путина. Может быть, кто-то с этим не согласится, но я считаю, что это всегда было именно так. Путин и Жириновский, выкормыши чекистской, еврейской олигархии, всегда носившие антирусский характер, всегда до предела бесстыдно и беззаконно действующие против русских. Я никогда не был сторонником права кулака, а вот чекисты всегда были на стороне изуверов. По этой причине они снабдили официальным статусом и всяких прочих бандитов. По этой причине в 1922 году появилась кувалда еврея-бандита Пригожина. По этой причине в 1924 году сотрудникам спецслужб при задержании предполагаемого террориста было позволено отрезать ухо и никто за это не понес наказание. Более того, видеопроцесса отрезания уха и заталкивания его в рот подозреваемому было намеренно слито в интернет. Думаю, что одной из главных причин превращения меня в изгоя было именно битие Жириновского чекистского еврея. Два хороших попадания кулаком в лицо были всенародно зафиксированы и эта закулиса не могла простить мне. Именно тогда в 2005 году началась массированная кампания клеветы на родину на меня лично ну и на Павлова тоже. Увы, родина меня никак не взяла под защиту. Я бился против евроактивистов нанятых Кремлем в полном одиночестве. За все время своей политической и научной деятельности я не помню ни одной статьи в свою защиту ни одного выступления кроме пары тройки реплик которые тонули в потоке грязной лжи и никем не были замечены. Но это уже я немножко о себе может быть это как-то имеет отношение к судьбе Николая Александровича Павлова потому что он тоже после Государственной Думы стал изгоем нигде выбираться ему было невозможно его личная репутация в глазах кремлевских негодяев была примерно такая же как у меня и у нас есть определенное сходство в судьбе. Единственное отличие может быть в возрасте потому что после Думы Николай Александрович Павлов очень быстро перешел в статус пенсионера я еще до пенсии до сих пор не дорос через полтора десятка лет через пару лет и меня эта участь не меняет если только доживу а про Николая Александровича я вспомню еще так же когда что он сказал о том что хотел бы закончить жизнь вот так он образно выразился романтически несколько в конной сабельной атаке то есть рубиться с кем рубиться да конечно с большевиками уж не с какими-то абстрактными людьми конечно Николай Александрович был настроен антибольшевистски в его образах были белые офицеры белая гвардия а вовсе не комиссары в пыльных шлемах как пел этот дряной голосок подлец Булат Агуджава который потом приветствовал истребление русских солдат в Чечне и радовался вот этим обстоятельствам это другой полюс это вот либерастия отчаянная либерастия которая как раз из этих пыльных шлемов и выросла из чекистских шинелей из чекистских кожанок из сталинской шинели вот вышла вся эта нечисть они полностью тождественны с большевизмом это их родственники ближайшие родственники а мы русские националисты стоим прямо противоположной позиции по другую сторону баррикад как стоял Николай Александрович Павлов как стоят все кто был с ним единомышленником кто помнит о нем как о добром яростном при этом задорном человеке который был большим жизнелюбом что может быть в наше мертвящее время и сгубило его и преждевременно он сошел в мир иной и тем не менее в этой жизни запомнился как яркая фигура особенно 90-х годов кто захочет о нем узнать побольше в интернете море материалов есть его личная страница ВКонтакте где опубликованы многие его статьи это был достаточно яркий и неординарный человек о котором память сохранится долго по крайней мере у тех кто с ним сталкивался слава Руси Господи спаси